Следующая задачка, которую мы посмотрим, это тоже Санкт-Петербургская Олимпиада школьников 2020 года. Простые вещества А и В могут взаимодействовать при высокой температуре и повышенном давлении. При этом образуется твердое вещество С белого цвета, в нем массовая доля элемента А равна 97,5. То есть массовая доля в соединении С элемента А равна 97,5. Сразу, кстати, это вас должно насторожить очень большая массовая доля. Либо это очень тяжелый элемент, там какие-нибудь уран и так далее с чем-то связан. Либо он связан с очень легким элементом, например, как водород чаще всего. То есть может быть гидрид какой-то или еще что-то. Ну бывают случаи, когда просто какого-то элемента А он достаточно тяжелый и его много, в несколько раз больше относительно легкого. Но чаще всего это говорит о том, что либо А очень тяжелый элемент, и скорее всего заодно противоэлемент ему, да, В в бинарном соединении достаточно легкий. В итоге в результате взаимодействия вещества С с водой выделяется газ В с плотностью данной нам какой-то. Плотность газа В равна 89,00 грамм на литр при нормальных условиях. Ну как вы понимаете, нам фактически сразу дали газ В. Дальше и образовался раствор, содержащий вещество Д. Раствор вещества Д окрашивает фенолфталин в малиновый цвет. Значит, Д это щелочная реакция. Это может быть щелочь, а может быть соль, которая в результате гидролиза, например, тоже дает щелочную реакцию. Например, как карбонат натрия. Нужно ополить вещества АД, написать уравнение реакции и вычислить массовую долю Д в растворе, который получился в ходе взаимодействия 8 грамм соединения С со 100 граммами воды. В принципе, я бы начал здесь с определения малярной массы газа В. Хотя, в принципе, те, кто видят уже более опытные олимпиадники, думают, что здесь понимают, что какое-то бинарное соединение, в котором один элемент может быть достаточно тяжелым, другой, скорее всего, водород. Это гидрит. Дальше его растворили в воде, выделился какой-то газ. Но если гидрит растворять в воде, то обычно выделяется водород и щелочь. А значит, Д, скорее всего, какая-то щелочь, В, водород, а здесь соединение какого-то гидрида. В принципе, очень все похоже. Давайте проверим на то, так ли это. Как можно посчитать, считая через плотность? При нормальных условиях все совсем просто. Мы же знаем, что в одном море у нас 22,4 литра. Поэтому можем сказать, что возьмем 22,4 литра газа В. Тогда его масса будет равна вот столько. Плотность умножаем на объем. Получаем 2 грамма. Но, с другой стороны, мы взяли 1 моль. Ведь мы взяли 22,4 литра при нормальных условиях. А значит, молярная масса этого газа В, это 2 делить на 1, 2 грамма на моль. Да, это действительно водород. Тоже как-то обязательно нужно пояснить, что вы нашли, что газ В, это водород. Как-то это обязательно показать комиссии, которая будет проверять. Хорошо, тогда газ В, это водород, а значит А, скорее всего, гидрид. То есть у нас есть какое-то соединение А, элемент точнее, и, это соединение С, и водород. Так как это гидрид, то, скорее всего, у водорода здесь степень, если нет, минус 1, а скорее всего, какой-то металл, который образует щелочь. А вот водород, а тогда А имеет степень, плюс 1, а водород минус 1. Тогда общая формула будет вот такая. Посчитаем по массовой доле. Получаем А, деленное на А, плюс Н, 1 на Н, получаем 0,975. Поделим, получаем 1, 0,256, я где-то здесь поточнее возьму, А, равно А, плюс Н. Перебрасываем единицу, оставляем 0, 0,256А, равно Н. Поделим 1 на это число. Получаем 39, то есть А равно 39Н. Это хорошо, потому что 39 это калий, поэтому, скорее всего, А это калий. Тогда вещество С, гидрид, это калий-Аш. Ну и тогда вещество Д это калий-ОАш. Все вещества мы определили, в целом подтвердили расчетами. Теперь нам нужно написать уравнение реакций. Простые вещества могут задействовать при высокой температуре и повышенном давлении. То есть калий плюс водород равно калий-Аш, температура давления. Первая реакция. Вторая реакция обложивается твердое вещество С белого цвета. В результате взаимодействия вещества С с водой, то есть вторая реакция калий-Аш плюс вода, образуется калий-ОАш и водород. Считаем. Вроде вот так. Так и получается. Выделяется газ В, образовался раствор вещества Д и окрашивает фенолфталин в малиновый цвет. Ну, вроде все верно. Значит, уравнение все написали. Ну, и теперь нужно рассчитать массовую долю вещества Д, то есть калий-Аш, в растворе, который получится в ходе взаимодействия 8 грамм соединения С, то есть гидрида калия, со 100 граммами воды. Что мы можем здесь посчитать? Нам нужно посчитать избыток-недостаток. 8 поделим на 40, на малярную массу гидрида. Это 0,2 моль. Ну, воды, понятно, здесь будет больше. 100 грамм на 18. Порядка 5 с чем-то. Значит, вода в избытке. Значит, расчет идем по воде. Значит, у нас образовалась 0,2 моль калий-ОАш, которые по массе, умножаем на малярную массу калий-ОАш, составляют 11,2 грамма. В принципе, это можно делать в каких-то вот так вот расписывать. То есть то, как я часть пишу, тоже в целом нормально. Можно расписывать в виде чисел, прям уравнений каких-то. Можно над уравнениями подписывать какие-то значения. Здесь желательно написать, что недостаток. То есть главное, чтобы проверяющие видели, что вы это посчитали, а не взяли с потолка. Хотя, конечно, наверное, отдельно прописать какую-нибудь строчку с расчетом можно. Ну и нам тогда, чтобы найти массовую долю калий-ОАш, надо массу калий-ОАш 11,2 поделить на массу всего раствора. Но у нас еще уделился газ. Про это не стоит забывать. Это 0,4 грамма. Тогда массовая доля калий-ОАш составит масса калий-ОАш, то есть 11,2 поделить на массу всего раствора. Масса всего раствора будет состоять из 100 грамм воды, которая была, из 8 грамм калия, калий-ОАш, который вы туда кинули, но за минусом массы водорода, который улетел. 0,4. Если мы все это поделим, мы получим где-то 10,41%. Это задачка Санкт-Петербургской Олимпиады. Видите, нужно уметь рассчитывать и малярные массы по плотности. Причем, если бы у нас была дана ненормальное условие, то мы бы рассчитали все это через Клаперона Менделеева. Напоминаю, ПВ равно НьюЭфТ. Поделим все на объем. Давайте я пока распишу. Поделим на объем. И вот эта составляющая есть плотность. Ну, или по-другому. Вот так. Где это? Давление, малярная масса, плотность, универсальная газовая постоянная и температура. Соответственно, плотность зависит будет от того, в чем вы брали массу и объем. Вот. В зависимости от того, какой вы брали объем, вы берете давление. Да, если объем в литрах, масса в граммах, то здесь тоже граммы на море, а здесь килопаскали. И по этой уравнению, подставляя соответствующие условия давления и температуры, если это ненормальные условия, и плотность, мы также вычисляем малярную массу газа. Теперь разберем задачку Сибирской Олимпиады школьников за 21 год. Какой объем 96% этилового спирта плотностью 0,8014, то есть массовая доля этилового спирта 96%. Этиловый спирт 2H5OH, но для решения этой задачи это не обязательно знать. Плотность спирта вот такая. Нужно добавить, какой объем этого этилового спирта, воды и 98% раствора глицерина. глицерина 98% с плотностью равной глицерин вообще будет вот такая формула. И 30% раствора перекиси водорода. плотность здесь не дана. Давайте ее посчитаем, придумаем. а плотность, я помню еще раз. Плотность теста перекиси возьмем 1,1 грамм на миллилитр. Нужно взять для приготовления 100 грамм антисептика для рук для домашнего использования, если по нормативам ВОЗ дозировка антисептика в массовых процентах составляет. То есть нам нужно в итоге получить 73% этанола, 2% глицерина и 0,143% перекиси. Вот такая задачка на использование плотностей массовых долей в растворах. Что здесь важно понимать? Что в самом растворе у нас вещества этанол, глицерин, перекись водорода берутся только из самих растворов. А вода в них присутствует как в виде части раствора концентрированного, так и того, что возможно мы добавим. Поэтому для начала стоит рассчитать сколько чистого этанола, глицерина и перекись водорода нам нужно добавить. А отсюда найдем уже сколько нужно добавлять растворов концентрированных. Нам нужно приготовить 100 грамм антисептика. То есть нам получается, что 73 грамма этанола нужно, 2 грамма глицерина и 0, 143 грамма перекиси водорода. Остальное должно быть вода. Можем посчитать сколько нам не хватает до воды. получается 24 857 грамм. Это вода. Нам нужно узнать объемы каждого из этих растворов, которые нужно взять. Начнем, например, с этанола. Посчитаем сколько нам нужно взять этанола, раствора, чтобы получить 73 грамма чистого этанола. Если у нас этанола 73 грамма, то масса раствора, которую нужно взять, это масса самого этанола поделить на массовую долю. то есть 73 поделить на 0,96. Потому что только 96% массы раствора составляет сам этанола, остальное вода. Получаем 76,04 грамма. Вот столько мы возьмем раствора этанола и в нем 73 грамма самого этанола, а остальные 3,04 грамма это вода. В принципе, нам это может понадобиться, чтобы потом посчитать общую массу воды. Так же поступим с глицелином. То есть масса раствора глицелина, которая нам нужна. Здесь можем сразу и объем посчитать, раз уж нас потребует. То есть объем этанола это будет масса раствора на его плотность. То есть 76,04 поделим на его плотность. Получим примерно 94,88 миллилитра. Это рассчитали. Теперь рассчитаем массу раствора глицелина. Для этого нужно массу глицелина 2 поделить на массу раствора. 2 делим на 1,2558 получаем 1,592 вот так вот грамма вот и массовую долю прошу прощения массовая доля 98 вот так получил этот метод. Здесь 2,04 грамма из них 2 грамма это сам глицерин а значит остальные 0,04 грамма пришлись на воду. Тогда объем глицерина это его масса поделить на плотность вот теперь делим на плотность у меня получилось 1,625 миллилитра есть теперь перекись водорода тоже какую массу нужно взять нам нужно взять 0,143 грамма а в растворе только 30 процентов это сама перекись получаем 0,477 тысячных грамма тогда рассчитаем объем перекиси поделим на плотность 1,1 получим объем в миллилитрах который нужен при этом по граммам если мы понимаем то 0,477 отнимем 0,143 получается что здесь 0,143 это перекись в граммах а остальные 0,334 грамма это вода соответственно мы выяснили ответили на вопрос сколько миллилитров надо взять каждого из растворов но мы посчитаем еще воду нам нужно было мы знаем что 24 857 грамм воды считаем сколько у нас в растворе воды мы уже добавили 3,04 плюс 0,04 плюс 334 получается 3,414 грамма а нам нужно было 24 значит масса воды которую нам нужно добавить равна 21,443 тысячных грамма оно же миллилитра получается нас просили объем объем у воды 1 грамм на миллилитр плотность все мы получили объем раствора этанола объем раствора глицерина объем раствора перекиси водорода и объем воды которую нужно долить чтобы в итоге получить раствор 100 грамм раствора с нужными концентрациями грамма раствора